Спасибо, что включил с тобой Герасёв и Рома. И, ребята, сегодня мы устроились работать настоящими курьерами. Но мы людям будем доставлять не еду, а кучу денег. Всё очень просто. У нас тут с Ромой, ребята, в чемодане почти 1 миллион рублей. Вот такими пачками. Тихо, не болею, Рома, не болею. И Рома реально работает настоящим курьером. За Реган, то есть, как бы, если что, если там его вдруг уволят... Ты уволен. Ты уволен. То он сможет работать курьером. Я вместе с ним на птичьих правах буду сегодня выполнять заказы. Мы, во-первых, посмотрим, сколько мы заработаем. Правильно? Да. А во-вторых... Сколько мы потеряем. И сколько мы потеряем. Сотни тысяч рублей будем вручать людям, снимать их реакцию, когда он к тебе просто приходит домой и дает кучу денег. Рома, доставай свою приложуху. Так, окей. Я на СПРО на минуточку. Подожди, какое? О, нет, мы этого не говорим. Если что, это все, конечно, не по-настоящему. Вы эту компанию точно не знаете. Кто не знает желтую компанию по доставке еды? Ой, да-да-да. Поэтому, если что, как бы, ребята, все совпадения случайны. Не увольняйте Рома. Так, как это работает? Смотри, есть приложение. В принципе, здесь можно таксовать, если есть тачка. Уда ты, бля. Давай вперед, нас туда надо. У меня рейтинг пятерочка, на секундочку. И я очень хочу, чтобы мы его не испортили. Все очень просто. Мы находимся сейчас в торговом центре. Да, на Пионерской, вот. На Пионерской, да. Мы нажимаем кнопку получить заказ. Как только я нажму кнопку, все, мы становимся настоящими курьерами. Ты готов? Да, и если... Да, давай, давай. Если приходит заказ, мы должны как бы быстро там пуля лететь. Быстро, главное не опоздать. Давай. Все, поехали. Буквально несколько секундочек и сразу заказ. Мы уже на линии. Ждем, когда нам выйдет первый заказ. Тот, кто из вас меня давно смотрит, знает, что я провел в настоящей невесомости 20 секунд. Да и в общем, я люблю всякие вот такие штуки, как невесомость, скорость, уверенность, мобильность. И еще, я всегда мечтал полетать в настоящем космосе. И мне как блогеру очень интересны разные технологии, которые позволяют снять кино прямо в космосе. И представьте, уже сейчас на наших с вами глазах вчера запустили в космос не просто ракету с профессиональными космонавтами, а с обычными людьми, с актерами. Они прибудут на МКС и проведут там аж 12 дней, создавая первый в мире фильм, частично снятый в космосе. Это будут съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересиль. И круто, что такой проект поддержали и большие компании, например, Мегафон. Я планирую следить за судьбой космического фильма и надеюсь, что благодаря подобным партнерствам таких проектов станет больше. И когда-нибудь я не просто проведу 20 секунд невесомости, а по-настоящему сам слетаю на МКС и сниму обязательно вам оттуда крутейшие роли. Также, ребята, имейте в виду, что в 21 веке и такой возможный фильм в настоящем космосе. А я вас больше не задерживаю и начинаем наш ролик. Здравствуйте. Куда? Наверх. Нет. А почему? Хотели перекусить. Ну, я говорю, снимайте, ставьте и перекусите. Снимайте вот эту? Понимаете. Знаете, сколько вот этот чемодан стоит? Вы не поверите. Он сказал, да, он будет. Все, нет времени. Заказ. Нет времени. Все. Заглашаемся. Все, сейчас время выйдем. 4 минуты. Ребята, нам пришел первый заказ. Привет. Сфотографировался? Давайте. Все, парни, мы бежим. Давайте. Спасибо. Ставьте лайк. Заказ, Рома, заказ. Я не хочу испортить рейтинг. Хотел заметить. Курьеров не пускают. Вот нас сейчас не пустили наверх на фудкорт, чтобы мы просто подождали. Мы минуты 3 с ним спорили. Короче, нас никакую не пускают, просто потому что мы одеты в желтую одежду. Так, ребята, у нас первый заказ. Давай быстрее, Бургер Кинг напротив, Коломяшки, 47. Коломяшки, 47, первый заказ, Бургер Кинг. Приходим на дорогу аккуратно. Да, да, без пешки. Так. Все, побежим. Давай. Да. Ребанку. Все, спасибо. На улице нельзя, а то она остынет быстрее. А, извините, это экспертная курьерская движуха. Так, ребята, заказ принят. Кстати, хочу подметить, что, по-моему, работники Бургер Кинга курьером готовят в первую очередь. Ну да. Быстрее. Давай покажем. Смотри. Вот моя сумочка, да? Вот тут такая сумочка хорошая. И сумочка нормального курьера. Сейчас мы направляемся к первому человеку, которому повезет получить от нас заказ и посмотрим на его реакцию. А мы его тоже будем отдавать? Нет, конечно. Все сразу. Все, помчать. Рома, блядь! Убери! Я посмотрю, куда ехал. Убери свою сумку. Убери! Как я поеду иначе? Так, ребята, мы сели. Доставка еды на Камару. Кстати, наверное, заметили, что мы сейчас находимся в Камаре. А это означает, что у нас все-таки получилось вернуть машину у отца Егора. Это для вас, ребята, небольшой спойлер. У нас для вас готов уже ролик. Дима, расскажем все, что случилось. С чем все закончилось. Если вы хотите, чтобы этот ролик скорее вышел в свет, просто набирайте на этом видео 150 тысяч лайков. Просто переходите, нажимайте, и я выгружу видос, где мы показываем, как мы забрали Камарик. Что мы сделали с отцом Егорем. А я думаю, мы больше не затягиваем, иначе не успеем. Еда остынет. Поехали, пожалуйста. Не хочу терять рейтинг. Нам ехать 6 минут. Поэтому едем вручать кучу денег и бургеркин. Камарик. Ты курьер. Здравствуйте, курьер. Я что-то? Да, да. Лебят, нервничаю. Все, готов? Я стучу. Камера, мы спрячем. Камера, видно. Камера. Здравствуйте, здравствуйте. Не да, пожалуйста. А здесь у вас еще... Там у нас не все поместилось. У нас у второй заказ еще. Нет, сейчас, секунду. У второй заказ мы просто... Мы просто людям развозим бургеркинг. Вот нас двое, да? Вот ваш заказ мы привезли. Готовый, тепленький, все хорошо. И еще мы хотели бы просто... Ну так, в подарок мы сегодня привезли вам еще 50 тысяч рублей. Ничего не нужно возвращать, это все ваш? Единственное, мы таким образом покупаем пятерки в приложении. Да, у вас отзыв и пятерка. Да, было бы очень покупаем. И 50 тысяч ваш. Давай вот тебе 10, тебе 10, а вам 40. Ну давайте, 20-30, честно. Хорошо? Все, спасибо большое. До свидания. Все, всего хорошего. Так, ребята, первый заказ мы осуществили, руманский. И заработали. Мы потеряли 50 тысяч, но заработали 343 рубля. Мы заработали репутацию. И да, единственное, что я хотел сказать, что по-моему нас спалили. По-моему вот эта идея с этими камерами вот такими, это была плохая идея. И нас спалили. Конечно, она пару раз смотрела прям. Реакция была, ну, скромная, но они явно прям охерели. Ну, конечно. Так что я думаю, это 100% надо сейчас продолжать. Следующему человеку мы, я думаю, вручим уже не 50, а 100 тысяч рублей. Поэтому, поэтому ждем заказик. И кому-то сейчас очень повезет. Да, кстати, насчет заказик. Мы сейчас с Ромой, короче, пришли на жирное место, где много разных фудкортов, где много разных курьеров. И решили, что сейчас мы обрадуем одного из курьеров, которого просто рандомно поймаем и подарим ему некую сумму денег. Ребята, едут конкуренты. Только не шестись с ними. Сейчас я его размотаю, блядь, этого зеленого. Вон он. На секунду. Да, на секунду. Я говорил, они вообще не коннектятся с желтыми. Я реально, они вообще никак. Блядь. Мужик только что потирал кучу денег. Остановимся на секунду, можно? Можно тебя? Пока три курьера и все три отказались. Даже наши желтые братья. Слушай, извините. Можно остановиться на секунду, на секунду. Мы хотим, чтобы вы выбрали одну сумку какую-то. Есть сумка справа, есть сумка слева. Выберите какую-то одну. Вот эту выберу. Вот эту? И сейчас кое-что выигнал. Есть какие-то предположения, что ты выиграл? Вообще представление. Вообще, даже близко. Даже близко. Может, что-нибудь с Макдональдса? Что-то с Макдональдс. Смотри. Ты выиграл что-то. Это... Ничего себе. Десять тысяч. Это тебе. Как так, ребят? Правда? Вот так. Просто, просто десять тысяч. Спасибо большое. Пожалуйста. Курьерам реально тяжело работать. Мы сейчас работаем все этот день. Потому что ты молодец. И это реально настоящие деньги, потратив с умом. Спасибо большое. Все. Удачи. Беги на заказ. Все. Все. Спасибо большое. Давай. От души вообще. Удачи. Еще десять тысяч улетело конкурентам в кассу. Ну, слушайте, люди странно реагируют, на самом деле, на то, когда ты им просто так даешь деньги. Но зато трушно. Зато трушно. И сейчас, ребята, тот, кто следующий закажет у нас еду, получит, внимание, 150 тысяч рублей. Погнали. Спасибо большое. Давай, давай, наклади. Так, ребята, мы забрали заказ. Через 9 минут мы будем на месте у нашего клиента, которому мы везем. Пакет в Макдональдсе. Доход 172 рубля будет. 172 рубля стоит доставка. Ну, туда надо, куда поверачивать. Ну, он уже перестроил, тут на 7 минут больше ехать. Так, ребята, у нас, короче, проблема. Мы попали в пробки, я попытался объехать. И, в общем, мы уже опаздываем на 15 минут. Заня. Мы уже на 25 минут опаздываем. Еду, блядь, тут это парна. Что ты хер проедешь, блядь? Надо было пешкомить, я тебе сразу это говорил. Все, ну, нарушаю. Вот, смотришь, еду по встречке из-за тебя. Вот, снимаешь? Реально. Ну, вот, блядь, из-за тебя, чтобы мы успели. Короче, ребята, мы уже опоздали на 30 минут. Нам уже за кадром, короче, позвонил человек, которому заказали еду. Мы перед ним извинились. Он такой какой-то агрессивный мужик. Сейчас посмотрим, Рома, ты первый. Макдей тогда отдашу. Все, давай быстрее. Мы даже камеры, короче, не крепим. Мы так сейчас парковат засунем. Так, курьер, здравствуйте. Все. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказик, пожалуйста. Доставка, да? Да. Извините, пожалуйста, что в уголках. Да. Блин, ну 40 минут, парни, вы что? Ну 40, да, пробка. Главное, да. Ну, мне вообще об этом не говорили. Сказали, что у вас там доставка в течение 20 минут. Приложение, приложение надо ошибается, потому что оно не учитывает трафик дорожный. Блин, ну все протухло же уже. Я вам сыну заказывал, он ушел уже даже. Что мне с этим делать? Нет, вот так не делается. Смотрите, у нас есть на самом деле для вас хорошая новость. Мы хотели бы вам вручить еще... Я тут не просто так вторым курьером, мы подготовили для вас еще это все, мы предлагаем вам. Это не розыгрыш или что? Это не розыгрыш, нет. 100 тысяч рублей. Да, мы действительно снимаем, извините, пожалуйста, вы не против, мы надеемся. 100 тысяч рублей. Вот этот Макдональдс, он действительно немножко остыл. И я вам... Точно из Макдональдса? Ну вон, камера, ну вон, выходи, выйди, Костя. Не шутка. Я серьезно. И Макдональдс тоже ваш. Извините, я был за рулем, я повернул не туда, и я стоял в очереди. Два раза, да, не туда повернул. Я завтра еще заказ делаю. Да, да, да. Главное не у зеленых. Извините, ради бога, что еще раз так получилось, но я надеюсь, что мы вас, это, немножко обрадовали. Кофейку может, ребят? Да нет, спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего, до свидания. Мужик не поверил, по-моему, вообще. До последнего не верил. Он был такой злой вначале. Так, ребята, мы с Ромой приехали в какой-то богатый район. Ой, да. Тут какие-то богатые дома, и у нас заказали просто одну пиццу. Вы видите, что у нас их здесь две, потому что мы немножко задержались, и взяли еще одну точно такую же, потому что мы решили поиздеваться, да, немножко сделать гадость. Не осуждайте нас, но сейчас мы прямо с камерой подойдем к человеку, который заказал эту пиццу, и прямо на его глазах сожрем эту пиццу. Спасибо. Сеньор. Вообще, обычно люди звонят в домофон, если что. Так, все, ребята, мы достаем пиццу. Ребята, обязательно за вот такой кайфовый приколдес, пожалуйста, нажимайте на лайк и подписывайтесь на канал. Мы совсем скоро готовим для вас глобальнейший розыгрыш среди наших подписчиков, поэтому если у вас внизу горит красная кнопка, а таких больше половины, то обязательно нажмите, пожалуйста, на нее, присоединяйтесь к нам, вы с нами будете встречаться, вы с нами будете встречаться чаще. Да тихо, это чужая пицца. Ну затрудни. Чего? Ты уже нашел, блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Пицца как такси. Это моя пицца? Ну, заказать, блядь. Не советую. Мы папироне заказывали. Я не понял, а почему вы едите мою пиццу? Ребят, что, в руководство позвонили, что-нибудь? Мы голодные просто были, извините, пожалуйста. Я все понимаю, моя-то пицца где? Вот. Так, ну, ребят, ну что, я могу сказать, проблем на себя ребят. Ну. Это грязь. Это грязь, еще нормальный парень попался на эту грязь. Мне ужасно стыдно, это прям так, как неприятно. Я, честно говоря, сдержался от смеха и еле бил. Да. Так, нажми, сколько, сколько денег? 150. 150? 150. Как его зовут? Как его зовут? У тебя приложение написано на бою. Юрий? Юрий? Блядь, он не открывает. Ну, конечно. Я тоже не открыл. Юрий, здравствуйте, еще раз. Теперь по-нормальному. Извините, ради бога, что мы поставили вам в такое неловкое положение. Это не ваша пицца, ни в коем случае. Вот ваша пицца. Мы купили вам вторую, точно такую же пиццу. И вы, счастливчик, который заказали просто пиццу, вы заслуженно зарабатываете 150 тысяч рублей. Просто так. Опять без прикола. Вот, вот смотрите, у нас тут чемодан. Этот чемодан, он на битке был. Ну, да, но тут много кэшу я отдаю вам. Вот, и мы до этого отдали много. Временный подарок на Новый год. Вот, это ваше. Реально. Я без сомнения. Это не прикол, это не кликбейк. Блин, я всегда мечтал сделать вот так. Да, ну там сотки, ну что, пятидесяти. Не важно, я уже этому рад. Слушайте, мужики, ну, удачно заказал пиццу. Удачно, нет, посмотрите, ну, канал, канал называется Герасев. На ютубе, можешь посмотреть. Мы тебя больше не тревожим. Шок, просто шок. Ну что, и вам. Вас с наступающим занятием. Спасибо большое, всего хорошего, давай. Пиццу решили оставить? Мне кажется, 150 тысяч для него не деньги. Судя по квартире. Лампочки поменяют? Не, вообще бомбы. Охуенно, нет, вот это было классно. Потому что мужик оказался... Видите, он такой необычный еще, да? Он такой весь татух, блядь. Ребята, не обижайтесь на нас. Да, это был жесткий прикол. Мы сожрали его пиццу, но у него на глазах, ну, блядь. В конце мы дали ему 150 тысяч, а Таша, думаю, все, окей. И новую пиццу, тем более, все. Да, пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нету сумки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Это пиз... Как можно было приебать эту сраную, сука, еб... Коробку, блядь, сука. Ладно бы там были бигмаги, блядь, но это пиз... Я, блядь, когда мы выходили, я думал, что она в машине, блядь. Почему вы не могли мне сказать, что она была на мне в этот момент? Да кто об этом думал-то вообще? Ну просто, ну, блядь, ну хоть чуть-чуть внимания, блядь. Вот такой вот, чё, квадратный? Нет, на том вот просить. Возьмите, ты представляешь, что они... Не приносили желтый портфель такой? Нет. Зачем ты за мной ход... Зачем, блядь, вы втроем за мной ходите, блядь? Возьми, иди туда ищи, блядь, а ты туда, нахуй, за мной ходите. Все, не ори, нахуй, орешься. Да прям 200 тысяч, блядь, ты чё, угораешь, блядь? Да мне, блядь, орать, не орать, мы, блядь, кучу денег. Либо мы сейчас пишем заявление в полицию, что они начинают искать хотя бы, блядь. Им камеры там дадут посмотреть, там даже камеры, блядь, никто не дает посмотреть. Либо мы просто забиваем хуйку, все. Такой ролик получился, блядь. Ролик заебись был, как бы, в конце. Я и так планировал отдать эти деньги, но просто так, конечно, это вообще пи***. Поэтому спасибо большое за просмотр, ребята. Если будет какая-то информация по этой еб***ьей коробке, сейчас будем ее искать. Я обязательно вам сообщу. Савел Герасев, Ромчик. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова